Друзья, я приветствую всех. Это НЛ-подкаст «История успеха». И сегодня в рамках этого выпуска подкаста мы беседуем с Еленой Новиковой. Лена, здравствуйте. Здравствуйте. НЛ-подкаст «Истории успеха». Наш подкаст называется «История успеха». Соответственно, из названия уже становится понятно, что нам хочется узнать, с чего всё началось у вас. Что это был за день, как вы жили до. То есть тот момент, когда вы только-только первый раз познакомились с компанией или с её продуктом. Я вам могу сказать, что я этот вопрос изучала технически и механически для того, чтобы использовать его в своих обучающих материалах, в алгоритмах и так далее. Поэтому я этот день очень круто помню и использую рассказ о нём для того, чтобы протягивать сюда остальных менеджеров. я заметила за собой и за людьми, я сейчас замечаю, что мы многие попадаем в воронку, в воронку продаж. Ну, грубо говоря. Я попала в эту воронку, увидев именно продукт. То есть я не увидела сразу компанию. Я увидела сначала продукт. И здесь я понимаю, что многие люди, выращенные в нашей стране как клиенты и как потребители, да, у меня мозг сразу не встал, что я могу в этой компании работать, я там могу зарабатывать. Нет. Я, как и многие другие, просто обратила внимание на то, что я хочу купить себе. Вот. Короче, до момента покупки, от момента того, как я увидела, что такой продукт существует, прошло 9 месяцев. То есть 9 месяцев мне нужно было привыкнуть к мысли о том, что есть такой продукт, что его можно и безопасно кушать, что огромное количество результатов там и так далее. То есть вот мой вход, он был очень долгим. Ну, как бы в тот момент я ещё была, конечно, беременна, и мне казалось, что мне, наверное, надо сначала родить, и только потом можно попробовать. Вот. Но я, как многие менеджеры, увидела сначала продукт и попала вот в эту вот воронку именно продуктовую. И только потом мне стало понятно, вот спустя 9 месяцев, что в этой компании можно работать. Вот. И зарабатывать, и я смогу, и так далее. Ход был вот примерно таким. Лен, сколько лет назад всё это началось? Всё это началось 5,5 лет назад. Мой контракт зарегистрирован в апреле, 16 апреля 2015 года. Вот. В возрасте 28 лет. У меня было такое предчувствие перед вот своим 30-летием, что, ну, что-то должно произойти. Вот. Ощущение было такое, что, ну, как бы с самим внутренним своим состоянием. На тот момент я уже дважды была в найме, и дважды я проходила этот найм с нуля до какой-то высокой должности, меняла компанию. И вот у меня было предчувствие такого, что мне нужно что-то новое начинать. Но такое уже, как бы, грандиозное по деньгам, да, и долгосрочное в виде времени. То есть я искала себе компанию, на которую я хотела тратить своё время и профессионализм, если она будет давать большие деньги. Но на тот момент для меня большими деньгами это было там 300-400 тысяч рублей. И вот эта возможность зарабатывать такие деньги, она для меня вот была той самой большой возможностью. И мне хотелось не бегать, не менять коллектив. Мне хотелось, чтобы я уже чётко знала, что и через 10 лет я здесь буду востребована. И, короче, смогу работать и в 40, и в 45 именно в этой компании. Лена, а что были у вас за работы до этого? Ну, чтобы мы понимали, вы говорите, что я работала, я достигла достаточно больших результатов, но хотелось чего-то другого. Что это было? Поделитесь. Да, я начала свою карьерную жизнь с автосалона. Тоже туда попала случайно. Ехала в машине со своей подругой, и она рассказывала, что её муж работает в автомобильном салоне, и им нужны девушки на ресепшн. Вот я тогда поняла, что эта вселенная со мной разговаривает, и вот он мой шанс, мой выход. Мне был 21 год, я училась на четвёртом курсе в университете, и этот салон был недалеко от моего дома. Я перешла дорогу, спросила, как я могу туда попасть, меня взяли. Естественно, у меня высшее образование, я такая как бы неглупая девочка. Мне говорили, почему ты идёшь на ресепшн? Я говорю, ну потому что вы меня на страховку или на кредит сразу не возьмёте. Мне нужно только зацепиться, дальше я себя проявлю, покажу и так далее. Я зашла на ресепшн, зарплата была у меня первая 7 тысяч рублей, до этого я брала деньги у родителей. И когда я поняла, что я могу сама генерить деньги, и мне не нужно их просить, я вообще тогда была, думаю, господи, зачем я столько времени вообще потратила? Ну как бы могла же работать, начать раньше. Начала работать на ресепшне, я задержалась ровно на месяц, потому что я вообще не тратила своё время, я общалась с руководителями отделов, короче, я пробивала себе почву, куда меня ещё могут взять. Естественно, когда у нас был огромный мультибрендовый, огромный мультибрендовый холдинг, они очень быстро развивались, и многие ребята шли хорошо по карьерной лестнице. Я, естественно, свой шанс там тоже не пропустила. Месяц я отработала на ресепшне, потом меня взяли руководителем этого ресепшна, дальше меня взяли менеджером по работе с клиентами, и по совместительству я была заместителем директора этого салона. Поэтому мне нравилась эта должность, потому что я касалась огромного количества вопросов. То есть столько вопросов не решал сам директор, потому что до него доходили только самые слоевные случаи. Ну как бы мне это дало вот эту вот коммуникативную базу, я взяла её вот в этом салоне. Я на тот момент зарабатывала неплохие деньги для 2021 года, там 50 тысяч рублей. Сразу же я накопила себе на машину, купила машину. Вот это вот моя такая была гордость, и горы сверну. Короче, вот ощущение вот такое было. Позже я поняла, что я... А, и вторая моя работа, почему она меня заинтересовала, к нам приезжали менеджеры из управляющей компании, это Toyota Motor Corporation, они приезжали показывать японцам, как работает русский автосервис и вот эти вот все дилерские центры. И я видела, в чём они одеты, на каких машинах они приезжают, в какие командировки они ездят. Ну то есть мне захотелось вот этой вот офисной, ну премиальной офисной жизни. Мне хотелось жить, быть в красивом офисе. Мне хотелось иметь возможность путешествовать, ну не путешествовать, а ездить в командировки по городам. Плюс там ещё были бонусные поездки в Брюссель, во Францию. Ну короче, вот такие вот истории. И у меня в голову залезла мысль, что мне нужно обязательно переходить в управляющую вот эту вот компанию. Туда людей из автосалонов не брали, у них была такая специфика, но очень многие про меня любят говорить, что я могу менять реальность. И я, естественно, ну короче, добилась того, что меня взяли именно просто в эту голову. А эта голова находилась в этом же городе, да? Или нужно было переезжать? Да, я сама родом из Якутии. Приехала сюда учиться. Якутия 7 тысяч километров от Москвы. Сама я живу и работаю в Москве. Приехала учиться в университет. Вот на четвёртом курсе пошла работать. И сама голова Toyota Motor Corporation, она находится в России, в Москве. Вот. Я перешла на самую низкую должность, опять-таки, потому что я уже прошла путь от ресепшиониста до зама. И я понимала, что мне нужно просто время, чтобы меня заметили. Меня заметили, начали повышать. Я... были все командировки мои, все мотивационные поездки были тоже мои. То есть, ну короче, у меня была схема, как двигаться внутри компании. Вот. И эта же схема, она мне помогла и в компании NL International. Когда я заходила с полным нулём, я понимала, чтобы меня увидели, чтобы меня заметили, чтобы я имела возможность решать какие-то более глобальные вопросы, мне нужно себя проявить. Чем я себя могу проявить? Это количеством человек, которых я приведу в бизнес и обучу, и объёмом продаж. То есть тогда я буду заметным. Просто так обо мне, грубо говоря, не узнает никто. И у меня была такая цель, чтобы я стала заметной в компании. Лен, это всё, конечно, здорово. Вы так рассказываете. Правда, как будто бы мы читаем сейчас книгу «История успеха лучших бизнесменов России, Америки, Европы» и так далее. Я обязательно выпущу книгу. Это и есть в моих планах. Это тогда с вас первый экземпляр с автографом. Окей. Слушайте, ну а вот в той головной компании, что вас-то не устраивало там, но вы же говорите, что вот всё, мечта сбылась. Почему вдруг вы опять начали какие-то рамки чувствовать? Рамки я начала чувствовать тогда, когда у меня была мечта с самого детства, наверное, лет с четырёх. Я мечтала о детях. То есть вот всё, я понимала, что у меня будут дети. Потому что вот сейчас, общаясь с некоторыми своими знакомыми, ну, подругами, очень многие ребята моего возраста, они просто даже не задумываются о детях. И как бы, в принципе, у них их и нет. Я всегда хотела детей. У меня такие картинки, мысли, формы, что вот я иду за руку ребёнка в сад, сажу его на скамеечку, переодеваю ему носки. Ну, то есть вот мой взгляд на материнство, он был вот таким. Вот. Я довольно рано, ну, как бы для нашего нынешнего общества родила, в 26 лет. И я видела, какую судьбу ждёт девчонок вот в моей компании. Они сидели дома максимум год, ну, в декрете. Дальше они вызывали маму либо няню, нанимали и выходили на работу. Работа у нас была с 8 до 5 вечера, то есть, ой, ну, с 8 утра до 5 вечера. То есть моя мечта вести ребёнка в сад, как бы она рушилась, ну, как бы я знала, что она просто разрушится, потому что сады работают, ну, там, с 8 утра, а на работу я выезжаю в 6.10. То есть всё, автоматом я не смогу его туда водить самостоятельно. Вот. И когда я это поняла, во-первых, я уходила в декрет с подушкой, то есть я себе накопила денег, чтобы никак вообще не чувствовать того, что я там в декрете. Вот. И так получилось, что из одного декрета я сразу же рожаю вторую погодку, и вот этой подушки её становится не хватать. То есть я понимаю, что деньги уходят, мне нужно, ну, как бы что-то делать. Был выбор. Либо вернуться в найм, либо что-то придумать. В найме — это 8-часовой рабочий день, и у нас как бы строго. Если ты хочешь расти по карьерной лестнице, то ты ездишь так же, продолжаешь по командировкам, у тебя отчёты, ты к детям не привязан. То есть нам сразу говорили, хочешь карьеру, вызывай либо няню, либо мать, ну, как бы находите способы. Но доход там был 100-120 тысяч рублей и премии ежегодные где-то 400 тысяч рублей в год. Вроде бы это и большие деньги, а если так посудить, чтобы содержать там рядом маму свою или там мужа-маму, либо няню на двоих детей, это уходит ползарплаты. И смысл ездить, терять время, ну, грубо говоря, за то, чтобы там уже ты зарабатываешь не 120, и ты не один, а 50-70, и вас четверо. Ну и как бы ты будешь просто это время работать в холостую. Мне мой офис безумно нравился. То есть мне нравилось там всё, но возможности дозарабатывать деньги там не было. То есть я понимала, что у меня есть возможность развиться до 200-250 тысяч рублей вот именно ежемесячного дохода, но на это мне нужно ещё три года. За эти три года мои дети уже в сад ходить не будут, ну, например. И это мне нужно прям, ну, как бы силы, эмоции туда отдать, в этот найм. Вот. И я понимала, что, Ленок, тебе нужно просто принять решение и начать что-то, где есть возможность зарабатывать такие... Ну, как бы я... Мы ещё с мужем, мы живём в Москве одни. У мужа родители остались в Якутии, у меня родители остались в Новосибирске. Ну, они туда переехали. И нам, чтобы слетать до Новосибирска, нам нужно на четверых потратить где-то 50 тысяч рублей. Ну, то есть если условием того, что я зарабатываю 100, там, ну, это невозможно вообще. И однажды я в декрете, будучи, мы там собирали эти деньги, чтобы вот всем съездить, съездили, и я, ну, понимаю, что мы ездим раз в год к моим родителям, раз в год к его родителям. А родителям как бы уже 60 лет. И я понимаю, что если сейчас я дальше буду так же продолжать, да, то маму я увижу ещё там, ну, 20-25 раз. Потому что, ну, как бы я вижу её один раз в год, у меня денег на то, чтобы с ней встретиться. Вот на раз в год. И из-за этого мне стало, ну, безумно жутко. Либо это вот, я говорю, это всё происходило в возрасте 28 лет. Это вот преддверие 30-летия, когда личность, она, ну, как бы набирает формирование своего оборота из опыта. У тебя уже есть там, ну, короче, много что сложилось. И я поняла, что если я сейчас не приму какие-то меры, я реально увижу там своих близких там ещё 20 раз. И когда я улетала, я такая, 19. И, ну, как бы я зашла в компанию и точно уже понимала, что назад пути нет. У меня есть чёткая цель, короткий период времени. Мне нужно уложиться, чтобы я, как бы, проверила сама себя. Вот, вот как бы мой вход был вот таким. И решение отказаться от того, ну, как бы вроде бы сладкого места, но если посудить и всё разобрать, не такое уж оно было и сладкое. Ну, получается, Лен, что для вас, в общем, вот этим толчком к изменениям в вашей жизни в первую очередь послужили ваши родители. Это дети. Вы боялись, что вы не будете их видеть достаточное количество. И вот сам процесс материнства, он будет не такой, как вы себе представляли. То есть я не буду видеть своих детей, я не буду видеть своих родителей. Смысл тогда мне жить? Я в этом офисе, ну, там были прикольные ребята, но я не хотела с ними провести всю свою жизнь. Я понимала, что я 8 часов в сутки трачу на то, чтобы видеть эти лица. Да, там были мои какие-то друзья, они до сих пор и остались. Но чтобы пожертвовать своими детьми либо родителями ради, ну, вот этой всей истории, ну, какой смысл? Как бы, нет. Лена, забегай немножко вперёд, или просто мы коснёмся этой темы. А вы в итоге родителей перевезли в Москву, или у вас просто появилась возможность чаще к ним ездить? У меня появилась возможность чаще к ним ездить. То есть я сейчас вижусь с родителями 5-6 раз в год. И, знаете, раньше у меня было такое ощущение, вот когда я приезжаю к ним в город, это город большой, там много моих друзей, одноклассников, очень многие туда переехали учиться. И многие хотели со мной встретиться, там, ну, какие-то тусовки, там, ещё что-то такое. Но мама у меня со слезами на глазах, она сидела и говорила, ну, пожалуйста, побудь со мной. И вот это вот состояние, что вот мы сидим просто и друг на друга смотрим дома, пьём чай, смотрим телевизор, и всегда, когда я уезжаю, у нас какой-то вот тремор, что нам через год мы только увидимся, и это такая вселенская печаль. Ну, короче, вот эта вот вся история. Мне хотелось лёгкости. Короче, мне надоело вот ощущать вот эту вот фигню в себе, что вот такие все мы несчастные. Я поняла, что мне надо это изменить. У меня должна быть возможность и маму в любой момент привозить, и отца, они у меня в разводе, и как бы две семьи. То есть мне и туда, и туда нужно. То есть мне и времени больше нужно, и денег больше на это всё дело. Вот. И я поняла, что... Я предлагала матери переехать сюда, в Москву, но ей очень нравится там, где она живёт, и я просто не вправе её трогать. То есть у неё там прекрасный район, зелёная там местность, академгородок, там, короче... Ну всё, ей очень всё там нравится, поэтому я просто туда приезжаю, привожу детей, либо у меня есть возможность её к себе брать всегда. Не знаю, может быть, когда она станет старше, я её всё-таки перевезу, потому что вот я готовлюсь к этому. То есть мне нужно где-то... Мне сейчас 33 года, к 43 я должна иметь деньги на то, чтобы обеспечить жильём рядом с собой и родителей своих. Лен, вы сказали о том, что у нас небольшая задержка из-за того, что это интернет, поэтому могут такие моменты возникать, когда мы как будто бы друг на другшку накладываемся. Но это издержки как бы связей по интернету. Прошу прощения за такие моменты технические. Лен, вы сказали про то, что вы начали знакомиться с самим продуктом, будучи в декрете. А зачем вы начали это знакомство? Вас что-то перестало устраивать в своей внешности? Или почему вы именно на продукт начали обращать внимание? С чего? Я могу вам сказать, что я такой мягкотелый человек, зависящий от еды. То есть я вообще не спортивной комплекции. И чтобы держать себя в форме, я работаю над собой каждый день, начиная вот с подросткового возраста. Когда я поняла, что я девочка, что есть мальчики, что ты должна быть привлекательной. Ну, мне хочется быть привлекательной. То есть я из той категории людей, которые дышат над шоколадом и толстеют. И постоянно я то спортом. Вы сейчас можете... Нет, я на самом деле смеюсь над фразой «я дышу над шоколадом и толстею». Я ее запомню. Да-да-да. Ну, короче, я вот такой вот человек. И очень сложно себя постоянно... Я вообще очень терпеливый человек, очень выносливый. Ну, как бы такой долгосрочный. Но и я тоже человек. Я просто иногда... На каких диетах я только не сидела, чтобы поддерживать себя. И сильно худела, и сильно толстела. И, короче, вот когда я увидела... А, я родила двоих детей и зашла в марафон одной фитоняши. То есть, ну, как бы фитнес-марафон. И там история была с тем, что нужно сфотографироваться в купальнике. Там, как это называют... Ну, короче, три вот этих вот фото сделать. Впереди, сбоку и сзади. Когда я увидела себя... Ну, то есть так ты смотришь с зеркала по пояс. Ну, иногда там промелькнешь. Ну, как-то так. А тут, когда ты делаешь фотку еще так, как они скажут, я думаю, господи, так я вообще как бы такой... Я люблю эту фразу использовать «майонезный шлепок». И мне нужно что-то делать с этим. И когда я зашла в этот марафон, я делала упражнения, но я поняла, что у меня тело никогда не будет таким, как вот у этой вот девушки, которая ведет этот марафон, пока я не изменю питание. Потому что ее 40 или 50% успеха было именно в питании. Она предлагала там куриную грудку, огурчик, кусочек рыбки. А я на тот момент с двумя детьми на декретных деньгах красную рыбу я себе позволить не могла. То есть я не могу делать то, что она рекомендует, потому что у меня просто тупо нет денег на такую правильную еду. И тут же я вижу ребят, которые показывают, как... Кстати, когда я обратила внимание, пять лет назад в России были очень популярны реалити-шоу. Это типа «Дом-2», «Каникулы в Мексике» и вот эта вот вся история. И потом вот эти герои этого реалити-шоу, они переходили на Инстаграм-площадку. И там я начала видеть, что они с вот этими вот продуктами или люди, как в этом реалити-шоу, худеют онлайн. То есть они показывали постами, своими видосами, что вот есть такой продукт. И меня это вовлекло. И я, естественно, подумала, что я чего только не пробовала, вплоть до того, что пила уксус. Поэтому для меня то, что продавался продукт в банке, он продается, и у него есть чек, значит, он сертифицирован. То есть я такой грамотный человек по жизни. Я работала в компании с документами, со всеми делами. Я понимаю, как может выйти это же не китайский ширпотреб. То есть у меня не было вообще вопросов к тому, что, о, боже мой, это что-то необычное или что-то еще. Я понимала, что это какой-то новый продукт, который я не знаю, его, в принципе, безопасно есть, потому что у него есть сертификат, он продается с чеком. Вот. Ну, то есть вот я поняла, что для меня это будет волшебной таблеткой. Я просто смогу, ну, короче, держать себя в форме за счет этой банки. Energy Diet. И только потом, когда я, грубо говоря, уже присмотрелась, начала видеть, да знаете, как, ну, есть же такая история, что когда ты начинаешь думать, то пространство начинает тебе отвечать всевозможными вариациями. И здесь я уже увидела, что есть несколько людей с этими банками, значит, они там работают. Как я вообще приняла решение про работу, да? У кого-то я увидела доход, чисто случайно, что вот я в этой компании, и только тогда вот я сейчас своих менеджеров всех учу именно предпринимательству, потому что огромное количество людей в нашей стране, они мыслят, это все сделано для того, чтобы мы мыслили как клиенты и как потребители. Вот. И я очень долго не могла понять, что и я могу зайти, и я могу продавать этот продукт. Это просто вот моя неграмотность, моя зашоренность мозга там и так далее. И сейчас вот своих ребят, когда новички ко мне заходят, я их прошу, вот говорю, вот вы идете за кофе, не ведите себя как клиенты, заказывая раф с цитрусовым там сиропом, да? Я говорю, заходите и рассчитывайте, какая себестоимость может быть у этого кофе, насколько часто заходят туда клиенты, какой оборот, сколько они тратят за аренду. Говорю, вот именно тогда вы сможете развить в себе вот эти предпринимательские способности и начнете искать идеи для заработка. Если вы будете просто заходить за кофе и пробовать его на вкус, никогда вы так, ну, как бы, большим деньгам не подойдете. Вот, и я как бы, ну, почему я это рассказываю? Потому что я сама была на их месте. Я 9 месяцев не могла понять, что эти банки, я на рождеет, их можно продавать и на них зарабатывать. Вот. Мой вход, он был вот такой, как бы, продуктово-бизнесовый. Хороший термин. Ну, вот вы зашли в компанию, вот вы поняли, что есть там такая-то возможность зарабатывать. Вы себе наверняка на старте нарисовали какую-то, ну, так как вы человек, я так понимаю, умеющий и любящий планировать каждый свой последующий шаг и правильно отправляющий сигналы во Вселенную, чтобы она отзеркалила эти сигналы и они превратились в реальность. Я подозреваю, что вы, когда заходили в компанию, вы себе уже нарисовали. Лена, я сейчас захожу, через месяц я заработаю вот столько, через два вот столько и в итоге я хочу выйти вот на такую сумму. Расскажите об этом плане, потому что я уверен, что он у вас был. Он у меня, конечно же, был. Я пришла сюда, ну, еще раз повторюсь, на возможность зарабатывать вместе в месяц 300-400 тысяч рублей. Почему я не искала другую компанию, например, или свой собственный бизнес? Потому что на тот момент люди, которые меня окружали моего возраста, кто открывал всякие кафе, цветочные лавки, там, булочные и так далее, они зарабатывали вот чистой прибылью где-то 170-200 тысяч рублей. И я понимала, что как бы это деньги, которые я могу в найме зарабатывать. То есть, но, опять-таки, я просчитала, что чтобы мне видеться чаще с родителями, и вообще, ну, мне казалось, что в России зарабатывать 400 тысяч рублей, это вот неплохо. Ты можешь и фитнес себе позволить, и выезжать, и там, вот мне хотелось именно вот такой суммы. И у меня был вариант либо сложить два, два вида работы, ну, например, найм и бизнес, да, либо, ну, короче, вот так. И здесь я зашла, увидев у каких-то менеджеров, да, они были разные, из разных структур, то есть, они никак не были связаны между собой. Для меня это было тоже очень важно, чтобы не было такого вселенского заговора против Лены Новиковой. Я так все, короче, проштудировала. Я увидела, что есть такая возможность. Если люди здесь имеют такие деньги, значит, в перспективе я смогу заработать, здесь там, зарабатывать 400 тысяч рублей. Но я понимала, что, Лен, ты стоишь на рынке труда в Headhunter 100-120 тысяч рублей, да, поэтому, ну, как бы, амбиции – это амбиции, но давай реально тоже смотреть на вещи. Начинаешь с нуля, да, начни хотя бы удостоверься, что ты реально на рынке столько стоишь, 100-120 тысяч рублей. И как я себе ставила цель? У меня родилась вторая дочка, ей было три месяца, когда я зашла в компанию на Лен-Интернешнл. И у меня было полтора года, когда мне там платили увеличенную вот эту вот, ну, как бы, эти декретные деньги. Да, и вот у меня оставалось от этих полутора лет один год, ну, грубо говоря, там, с небольшим, один и один. Вот, и у меня было решение, либо я через год возвращаюсь в найм, потому что, ну, все-таки деньги, они нужны, ну, то есть, если я ничего не придумаю вот за это время, либо я за этот год перебью доход свой в найме, это 100 тысяч рублей, и останусь еще на полтора года размышлять, присматриваться там и так далее. То есть, вот у меня был план не на месяц и не на два. То есть, я такой человек про долгосрок, короче, вот, и я планировала здесь на год, что через год я должна зарабатывать 100 тысяч рублей. И вот меня это, кстати, спасло. Я сейчас тоже своих менеджеров учу именно этому. Но здесь обязательно должна быть точка B, как в навигаторе. Если ты ее не поставишь, то ты со своего района не выйдешь, потому что ты просто не будешь понимать, по какому шоссе ехать, будут там пробки или не будешь. Ну, короче, ты просто до туда не доедешь. Если поставишь, то обязательно доедешь. Вот. И я ставила себе точку B, это через год я должна зарабатывать 100 тысяч рублей. Для меня это было еще не только, типа, там, мотивация в деньгах там или в этой компании. Мне хотелось понять, а стою ли я вообще этих денег? Вот если вдруг у меня не будет моего прекрасного найма, а меня купит кто-нибудь, ну, как бы, мой профессионализм за 100 тысяч рублей. Ну, мне важно было для своей уверенности вот эту вот сумму зарабатывать. Вот. И зарабатывать я стала, ну, сразу же в первый же месяц, но это были маленькие деньги, и я понимала, что сразу 100 мне платить никто не будет. Я и в найм пришла, и у меня доход до сотки, чтобы он вырос. Я на это 7 лет потратила. ну, то есть, как бы, чего я хочу сейчас, ну, вот с момента моего, моей начала работы, да, до 100 тысяч рублей прошло около 7 лет. И очень многие путаются в том, что, когда они приходят в НЛ, они почему-то хотят сразу такой же доход, как они зарабатывают там, ну, в том месте, в котором они развивались, там, 5, 7, кто-то 10, кто-то 15 лет. И, короче, люди не умеют быть новичками. То есть, для них это прям просто проблема, горе, что вот он, а вдруг кто-то что-то скажет. То есть, люди из-за того, что, опять-таки, тоже я понимаю, откуда это все идет. Моя маленькая дочь, которая пошла в этом году в первый класс, она с чего-то взяла, что ей нужно там зарабатывать, ой, зарабатывать, получать одни пятерки. Хотя я за опыт. Мне лучше, чтобы ей поставили три, либо четыре, она поняла, что здесь вот она прогуляла, например, или недопоняла. Короче, мне нужен опыт. А она приходит, и, ой, вдруг мне пятерку не поставить. И я понимаю, вот она откуда. Ну, как бы долго не могла понять, когда у людей происходит эта просадка. А она происходит с первым, вот прям с детского сада, с первых классов. И очень многие боятся показать себя новичком. Они хотят подписывать людей уже на 100 тысяч рублей дохода, или там на результат 15 килограмм в похудении. А людям-то по ту сторону экрана им интересно смотреть за трансформацией главного героя, а не за, грубо говоря, таким вот результатом-результатом. Вот. И поэтому, как бы, я зашла и стала показывать свою трансформацию. Да, вот я, Лена Новикова, мне 28 лет, у меня двое детей. Я зашла в эту компанию. Я в первый месяц получила 8 тысяч рублей. Ну, круто. Дальше я рассказывала про то, как я туплю, стою, не могу себя взять в руки, потому что это у меня период моего входа пришелся на лето. Лето — такой сезон, когда люди выходят на свежий воздух, и у них мозг немножечко расплывается из-за того, что вот много времени они проводят вне помещения. Когда становится холодно, и у тебя нет денег ни на кафе, ни на что, ты заезжаешь в помещение, у тебя мозг начинает, ну, больше, грубо говоря, работать. Вот. И мой рост, ну, то есть я стагнировала 4 месяца. Вот 4 месяца лета, это было вот такое, в итоге я зарабатывала максимум 20 тысяч рублей. Но мой год, который я себе загадала, он не заканчивался в 4 месяца, он заканчивался в 12. И в сентябре я уже понимала, что слишком много я потратила времени на то, чтобы там вот это вот тягомотину развозить. Я сама как бы себя отловила, что Ленок, ты тратишь время, давай-ка собирайся, собирай всю свою силу в кулак и что-то делай. Когда я приняла вот это решение внутри себя, плюсом к этому кто-то начал закрываться из других ребят меня, вот эта конкурентная борьба, она меня всегда подстёгивает, ну в хорошем плане. И на пятый месяц работы я заработала 52 тысячи рублей и закрыла свою первую квалификацию. И очень многие ребята у нас, они расслабляются, типа вот, деньги уже в принципе нормальные, уже можно на них что-то покупать, уже и за квартиру можно заплатить и там, и сям, короче, что мне дала вот эта вот точка Б моя в 100 тысяч рублей. И я говорила, Ленок, ты в своём возрасте стоишь 100, а сейчас ты показываешь результат на 50. Это 100? Нет, тогда давай дальше. Я ровно радовалась один день этой сумме и в следующем месяце начинала работать ещё сильнее. Шестой месяц работы 72 тысячи рублей, опять такой же разговор с собой. Это 100? Нет? Тогда засучай рукава, иди работать. На седьмой месяц работы 85, потом на восьмой что-то точно такая же сумма, и на девятой я зарабатываю 98 тысяч рублей. Вот, и здесь я уже была довольна собой, что я опережаю время. То есть 12 месяцев ещё не закончилось, а результат вот такой. и сетевой маркетинг, это сеть, это вообще такой организм, которому нужно для расцвета 2-3-4 месяца. Не как в найме. Тебе не надо 7 лет пыхтеть над своими там 100-150 тысячами рублей прибыли, да. Организм, он начинает работать намного быстрее. У тебя появляются внутри люди, которые выходят на доход 50 тысяч рублей и начинают мыслить как-то я. Типа, блин, а я-то стою дороже, давай-ка дальше. И я очень быстро начала развиваться, и к 12 месяцам, вот, к моему дню рождения в этой вот компании, к 16 апреля, я выхожу на доход 250 тысяч рублей с стабильными деньгами. И, конечно, здесь я первый раз залипла, потому что таких денег ежемесячно я не зарабатывала никогда. Очень многие такие, типа, ой, да что такого на 250 залипнуть? А ты попробуй их получать ежемесячно. И тебя, естественно, у меня стало больше возможностей, где-то я там подрасслабилась, куда-то захотела съездить там. И, короче, у меня затянулся следующий мой квантовый скачок на 9 месяцев. То есть я не могла из вот этого вот, из этой суммы выбраться еще 9 месяцев собраться и опять начать работать. Лен, вы сказали, что если бы вы не настроили себя как навигатор, то есть у вас бы не было конечной точки B, вы сказали, впоследствии вам это и помогло. Означает ли это, что если бы вы себе не придумали вот этот вот срок в год, если бы вы не занимались вот этими практиками, которые называются рефлексией, по большому счету, когда ты приходишь и сам с собой разговариваешь, и сам себя берешь в руки, если бы вот этого всего не было, то великая вероятность того, что месяца через 2, через 3 вы бы просто ушли, потому что, ну, вы бы подумали, не, не, не мое, не поставив... Короче, я-то такой человек, что я бы не ушла, я не могу без объяснения просто взять и свалить. То есть для меня, ну, как бы, если я чего-то недопонимаю, ну, то есть просто так закрыть дверь и типа, ой, фу-фу-фу, это не мое, это вообще как-то, я туда попала, я не такой человек. Я понимаю, что где-то я не открыла нужную дверцу и нужный замочек. И ты сейчас кого, Лен, обманываешь? Ну, как бы, внешнюю аудиторию, что, типа, это не мое или внутри себя. Я вот такой человек, который с собой на ты. И как бы вот это меня, скорее всего, спасает. И раньше я не думала, что я такая, типа, цель поставила, как в навигаторе. Это было всё на таком уровне сначала, вот, интуитивном. Я говорю, я подходила к своему 30-летию и там всё-таки мозг, он уже начинает из-за опыта какие-то другие вариации, ну, грубо говоря, человеку выдавать. Вот, поэтому я бы так не сделала. Я не любитель, ну, как бы, я не люблю менять работы, ну, вот это вот, только если там вот прям всё, я понимаю, что никакого... Я очень долго живу со своим мужем, мы 17 лет живём вместе при условии, что... Дай вам Бог жить дальше. При условии того, что мне всего лишь 33 года, да, то есть я за долгосрочные отношения. Если я начинаю дружить, то я дружу навсегда. Вот, и когда что-то меня не устраивает где-то, да, я понимаю, что это не внешнее проявление, это что-то внутри, и это либо ты проработаешь, либо тебе жизнь подкинет ещё раз вот эту вот, вот этот вот путь. Вот, и зачем на это тратить время, когда можно... Вот сейчас это знак тебе, что сейчас тебе нужно что-то с этим сделать. Вот. Давайте немножко поговорим про деньги. Это же так интересно всегда. Давайте. Вы сказали, что в первый месяц вы заработали 8 тысяч рублей. Да. Потом в итоге вы вышли на доход в 250 тысяч рублей в месяц и подвисли. Но если подходить к этому, ко всему, с точки зрения математики, то получается математика следующая. В сутках 24 часа от этого никуда не деться, это так, это данность. В месяце, соответственно, тоже какое-то количество часов. Если мы возьмём 8 тысяч рублей и разделим на количество часов в месяце, мы поймём, что 1 час вашего месяца стоит в общем-то достаточно мало. То же самое, если мы сделаем и количество часов в месяце разделим, 250 тысяч рублей разделим на количество часов в месяце, сумма уже будет другая совершенно, в разы больше. Вам не казалось никогда, что вы на старте слишком много работаете, и это того не стоит. То есть, понимаете, да, мысли? Не угнетало ли то, что... Никогда меня это не угнетает. Меня это не угнетает только из-за того, что я отдаю себе отчёт, что я в новом деле. Ну, то есть, как бы мне нужно время на раскачку, на прогон и так далее. И вот это вот самая основная проблема нашего общества, что ты начинаешь какого-то чёрта себя жалеть тем, что я столько времени трачу, ну, то есть, у меня с этим вот всё в порядке, потому что я люблю начинать какие-то новые дела, там, например, в прошлом году я с нуля, я никогда в жизни не пела, даже не подбывала вот так вот там в душе, потому что у меня комплекс с детства, этот, преподаватель по вокалу в саду или в школе, я не помню, он сказал, о господи, эту девочку точно мы брать не будем, типа она безда, ну, типа ей не нужно это, у неё нет голоса, и я думала, что всё, но у меня нет голоса, вот, и потом после там очередного тренинга я поняла, что мне нужно попробовать, пришла к педагогу, он мне объяснил, что голос есть у всех, и это как мышца, его можно прокачивать и развивать, и через два года ты у меня будешь петь, и можешь идти на конкурс голос, я тратила дофига энергии для того, чтобы у меня получилась хотя бы одна строчка из песни Меладзе, две неравных половины что-то там спорят во мне, и я просто, у меня муж говорит, какого чёрта ты просто четвёртый месяц поёшь одну и ту же строчку, что происходит, а происходит то, что, ну, как бы для меня это вообще непривычно, то есть задание было настолько сложным для меня первым, преподаватель мне говорит, крикни, просто крикни, и тут я понимаю, что я не могу крикнуть, я не могу вот так вот сидя, мы так же сидели, занятия были по скайпу, и это вот это раскрепощение, когда ты не думаешь о том, а как он на тебя посмотрит, ну, короче, там такое ещё лучше, чем психологические тренинги, и вот я могу сказать, что я потратила четыре месяца на строчку, две неравных половины спорят во мне, и ни капельки об этом не жалею, они мне дали там, ну, очень много, зато я, если настроюсь, могу неплохо их спеть, для меня это моя микро-победа. Лена, у вас были вообще какие-то вот моменты, когда вы действительно чувствовали, ну, слиться вы никогда не хотели, это я понял, а вот некая, ну, некую апатию, что, ёлки-палки, ну, что-то идёт не так. По поводу слиться, у меня была такая история, что, вот, когда я начала, вот, в первые месяцы мне вообще не хотелось сливаться, я пришла сюда за деньгами, я, кстати, не смотрела на саму компанию, и я не знала, кто её руководители, и мне, как бы, было просто пофиг на всех вот этих вот людей, которые вот там вот что-то её создали, мне нужно было, чтобы тот продукт, который я продаю, мне отдавали за это процент мой. И я однажды пришла на звёздный марафон, это корпоративное событие внутри нашей компании, и мы сидели группой, там, ребят с моей структурой, с параллельной, и для меня на тот момент было важно поржать с этими ребятами. То есть вот мне этого не хватало, я всегда сиделась в декрете, и мне вот хотелось от такой вот тусовки. Выступал президент компании, я думаю, о, господи, что за мужик из 90-х, и, короче, такая, ну, я могу его выступление где-то пропустить. Но когда денег стало столько, что вся моя жизнь стала зависеть от этих денег и этой компании, я начала такая, типа, присматриваться, а вообще это надёжно, а вот на 250 тысяч рублей мне нужно было выплатить свою квартиру, купленную в ипотеку, как бы, и я хотела рассчитывать, я могу вот как раз от этих долгосрочных отношений. Кстати, когда я заходила, я не думала, ну, как бы, я хотела вот такую компанию на долгосрок, да, но вот прям разобрать этот вопрос так, как я люблю разбирать в голове, я его почему-то куда-то немножко отложила. и вспомнила я его тогда, когда деньги уже стали серьёзными, и мне нужно было понимать, как бы, а вообще надёжно ли мне работать с вот этой вот, ну, головой этой компании. И меня подшатнуло однажды, и я благодарна своим наставникам, это Дмитрий Язин, да, который это прочувствовал во мне, что меня немножечко вот так вот, ну, я начинаю смотреть налево, налево это на открытие какого-то собственного бизнеса. Колбасить мы это называем. Да, 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 на тот момент у меня была квалификация, которая состояла из пяти людей, зарабатывающих по 50 тысяч рублей, ну, от 50 там до там 70. Возраст этих ребят, этих девчонок, он был такой же, как у меня, то есть около там 29 лет. И у меня, у них было по 50 тысяч, а у меня было 250. И для них, для каждой, у меня люди, они такие, как бы, не там с такими тяжелыми судьбами, когда они там вообще денег не видели, и вот это НЛ, это единственное спасение. Нет, ко мне приходили люди все такие умные, прошаренные, предпринимательские, развитые, короче, такие вот суетливые. И каждая из этих девчонок, эти 50 тысяч, им было пофиг, есть они или нет. Они от этих денег не зависели. 50 тысяч больше, 50 тысяч меньше. И когда я это поняла, что я завишу, мой доход 250 тысяч рублей зависит от вот таких вот плавающих людей, мне стало некомфортно. Я не могла не то, что я понимала, что мне компания будет платить, да, но я была не уверена в этих вот людях. Короче, вот тогда я такая думаю, господи, если я всю жизнь буду зависеть именно от таких людей, да я так не смогу работать. И, короче, вот тогда у меня вот червь какой-то там залез ко мне в голову, я хотела, причем у меня уже был Мерседес от компании, у нас были автобонусы, вот, у меня был чек 250 тысяч рублей, и я думала об открытии магазина с бижутерией. Тогда это тоже было модно в тренде, там, короче, у меня были знакомые, которые этим всем делом занимались, и я подыскивала уже там ювелира. Ну, короче, я начала заниматься вот этой всей историей. Мой наставник, слава тебе, Господи, он это прочувствовал и попросил учредительный состав компании, просто, ну, как бы, у нас планировалось корпоративное событие, куда я ехала впервые. Опять-таки, тоже вот эти все корпоративные события, они очень сильно протягивают людей в бизнес, и меня в том числе. До него я была решительно настроена, что я приезжаю и нахожу себе еще вот параллельный бизнес. Вот, приехав туда, я услышала и закрыла все свои вопросы. Я увидела в президента, я поняла, что это его основной бизнес, что у него есть дети, что этих детей он обеспечивает за счет дохода от этой компании, что есть там Юлия Гальдорт, которая это дело всей ее жизни, она пришла сюда с большим опытом. До этого у нее было там то, то, то. И я просто тогда на этом событии поняла, Лен, не офигела ли ты? Тебе чистыми деньгами приходит 250 тысяч рублей, у тебя под задницей есть Мерседес, да, а ты сейчас думаешь о том мелком бизнесе, с которого ты хотела не начинать даже и пришла в НЛ. И вот вот это вот, вот это вот, короче, фишка со мной, когда я хотела, это единственный раз, когда я хотела слиться. После этого я приняла решение, что я проращу людей так, что я никогда не буду зависеть только от одного человека. То есть, если у меня они находятся вот в такой вот, ну, позиции, там, пять человек, то, значит, там должно быть по пять еще снизу, чтобы, ну, пока один там, если вдруг куда-то будет уходить, я смогу еще развить другого. и вот с того события начался мой следующий квантовый скачок, грубо говоря, я увеличила чек, ну, практически на 70%, это много, для, ну, как бы для сети это много. На какой период? Получается, я говорю, сеть это такой организм, который дает за два, за три месяца разогнаться сильно. Я за два, за три месяца вышла на доход 370 тысяч рублей после 250, после этого события. И это было только мое принятое решение о долгосрочных отношениях именно с этой компанией, именно с этим продуктом, именно с этими учредителями и именно с теми ребятами, которые у меня есть. Ну, как бы я поняла, что их надо развивать, что их надо укреплять там и так далее. Вот поднявшись за 250 до 370 тысяч рублей в месяц, насколько вам за два-три месяца, вы сказали, насколько вам вот в эти два-три месяца пришлось больше вкладываться, круче работать, отдаваться больше этому делу? Ну, короче, вот когда я принимаю всегда такое решение, что все, надо расти, да, я начинаю, ну, у меня, знаете, такое было, такая история была, что я где-то около двух лет, да, мне неинтересны были ни выходные, ни 8 марта, ни дни рождения, то есть у меня одна работа была, и у меня хватало на это ресурса в плане, там, здоровья и, ну, заряда там и все такое, поэтому я отказалась полностью от своих каких-то благ, то есть у меня тогда не было ни спорта, я могла спать по 5-4 часа, непонятно, как я ела, не помню, вообще просто не помню вот этих вот вещей, да, мне самое главное было побыть с детьми, ну, то есть вот мое обязательное время куда-то съездить в семью и все остальное время работать, и меня это полностью устраивало, мне казалось, что это вообще прям так и надо, поэтому я тратила много времени на работу, я проводила ежемесячно, ой, еженедельно большие встречи в офисе, то есть каждую, не, да нет, даже больше, наверное, раза три я ездила в офис и проводила встречи, 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 помимо этого еще постоянно была на телефоне, то есть там куча чатов, у меня структура, она вся по всей стране разбросана, это тоже, кстати, большой бонус, вот, работала очень много, очень много работала, но не понимала, как масштабироваться, и в этом опять залипла, то есть я на этих трехсот семидесяти тысячах опять залипла на семь месяцев, потому что дальше вот те действия, которые я умела делать, они не могли никак увеличить мой доход, они не могли меня никак вывести, мне нужно было делать другие действия, а я этого не понимала, я пыталась тем же самым забраться на ту вершину, грубо говоря, на которую, на которой я вот была на тот момент. Кто вас научил масштабироваться? Масштабироваться меня никто не учил, ну, как бы, сейчас я своих людей учу, а я такой первопроходец, который тропинку протаптывал сам себе, и смотрела по сторонам, видела, что вот этот человек, блин, чем-то от меня отличается, вот он почему-то другой, узнавала у него, что он делает, сколько он ест, сколько он спит, какие тренинги он проходил, там, ла-ла-ла, ну, то есть вот я находила, вот так вот ориентировалась в пространстве. У меня вообще, как бы, я могу сказать, что вот я сейчас, да, очень самодостаточный, очень уверенный человек, а до, там, тридцати, одного тридцати я была такой девчонкой, которая присматривалась, то есть я была такая, душа компании, но я все время присматривалась, и не пропускала ни одного разговора, я там, ну, пыталась, там, ну, я понимала, что вот именно сейчас может прийти ответ на мой вопрос, я сейчас вот это присматривала. Сейчас я уже такая уверенная, я знаю, где мне нужно зайти, где будет мой рост, как научиться масштабированию, там, и так далее. До этого это было вот все вот на таком вот уровне. И однажды меня очень цепляют разговоры такие, не очень хорошие. Ну, то есть, как бы, внешность у меня раньше была вообще, ну, как бы, отойди, короче, я не занималась ни стилем, ни модой, ничем, потому что я все время работала, и мне это все нравилось. И однажды один там из парней мне сказал, слушай, ты такая стрёмная тёлка, я думаю, господи, мне нужно, ну, короче, и мне разозлилось, мне нужно было привести себя в такой полный порядок, что у меня была мечта, чтобы у меня спрашивали, а где ты купила эту вещь? Обычно я-то девочка, которая спрашивает, где ты купила эту вещь, а мне нужно было, вот чтобы у меня это спросили. И вот по поводу масштабирования однажды там вышестоящий мой наставник Олег Черняковский, он мне говорит, Лен, ты очень классная, ты очень качественная, у тебя хорошая маленькая структура, но это твой предел. Если ты сейчас не начнёшь развивать социальные сети и оттуда брать больше клиентов, больше поток, вот эти вот все воронки там и так далее, то это твой предел. Ты будешь всё время зарабатывать 370 тысяч рублей. Всё нормально, расслабься. А я на тот момент не умела вести соцсети, не понимала, как меня раздражали все люди, которые это умеют делать. Мне казалось, короче, тоже опять-таки, это вот это вот всё потребительское мышление. Мне казалось, что чтобы ты был популярным, тебе обязательно нужно было бы быть в каком-то там реалити-шоу либо внуком Аллы Борисовны Пугачёвой. Ну, то есть вот это в голове вот такое вот ограничение было. И после того, как он мне сказал, что вся загвоздка в Инстаграм, естественно, вот это пространство, оно мне начало отвечать и давать людей. И я захожу к одному своему другу, который из моего же города вот в Якутии. И у него, я помню, сколько у него было подписчиков, потому что мы школьные друзья. Сколько? В 240. У него было 242 подписчика, а я захожу, у него 250 тысяч. А он ничего не умеет. Он не умеет петь, танцевать, он не красавчик, он не какой-то там супер-пупер-ведущий или ещё кто-то такой. Он сделал это технически. И я думаю, господи, так это всё технически. Всё, я поставила себе цель, что я хочу такое количество людей. И я просто найду технику, как это делается. Вот. Это был мой следующий квантовый скачёв, на что я тратила просто 50% своей прибыли. Подождите секундочку, это важный момент. Вы в итоге нанимали специальных людей, которые вам помогали прокачивать ваши программы? Или вы приобрели личный опыт и стали сами это делать? Или для вас делали чужие люди? Ну, это целая команда. То есть я подхожу к этому человеку, у которого вот было столько, стало столько. Я говорю, что делать? Ну, на тот момент ты всё равно ориентируешься. Были таргеты, был масс-флайкинг, масс-фоллоуинг. Ну, короче, ты вот эти вот, набор этих слов, ты знал, что вроде бы, как бы, но им пользоваться не умел. И я такая хитрая лиса, такая подхожу к нему и говорю, слушай, ну вот порекомендуй мне, куда вот мне направить свои деньги, и раз уж я решила вдруг за два года работы в сети тратить на это деньги, ты мне скажи так, чтобы я ещё не обосралась, грубо говоря. И он мне говорит очень хорошие слова. Ленок, пробуй всё. Ну, то есть, как бы, твоя задача самой найти, где ты будешь, типа, сильна. Я такая думаю, ну, ладно, всё, поняла. И я, ну, как бы, вот тот человек, который на себе пробовал всё. Я взяла себе контент-менеджера, одна, ну, как бы, консультация стоила 7 тысяч рублей. Я поняла, что мне нужно консультироваться раз в месяц, чтобы я была в тренде. И вот контент-менеджер, он раскрыл меня. Это типа психолога, только в Инстаграм. То есть она тебе скажет, что... Она ориентируется в том, какой контент потребляет сейчас человек, что, на что он заостряет внимание, где ты можешь быть. И, короче, вот я одним контентом повысила вовлечённость людей в свой профиль. Вот. И дальше я уже начала покупать рекламу, гибы, там, ну, увеличивать именно вот количеством подписчиков. И я начала этим заниматься в апреле месяце. и это, короче, первые плоды я получила в августе, когда вышла на полмиллиона рублей. Речь идёт о 2020-м годе? Нет. Это было в 2017-м году. Угу. В 2017-й год я выхожу на полмиллиона рублей. И при этом, при вот той вот масштабности, уже только в Инстаграм, да, грубо говоря, при этом же я ещё накладываю свою технику работы в сети. То есть я умела работать в сети, и плюс это наложилось вот это вот количество людей. Очень быстрый был рост. То есть в апреле я зарабатывала 370 тысяч рублей, в декабре 2017-го года я заработала свой первый миллион в месяц. То есть вот скачок был очень большим. Я тогда, тоже у меня там была мечта увезти детей, показать им остров Бали, потому что я ездила туда на проект. Одна. Летела в классном самолёте, там был эконом-класс, такой, как у нас бизнес в России. И там нам наливали вино, там все такие были учтивые. Ну, короче, там было всё так круто, и я поняла, что мои дети, мой муж этого не видят, и мне нужно сделать как бы всё, чтобы вывести туда семью. В тот период, когда я уже вышла там на полмиллиона рублей, я сняла виллу, и мы уехали туда на полтора месяца на зиму. И вот там уже, будучи на острове, я там так и продолжала работать. То есть у меня сил хватало ещё тогда. Вот. И заработала свой первый миллион после того, как я поняла, что мне нужно ещё и масштабироваться. Помимо техники, качества там и того подобного, ты должен думать про масштабы всегда, если ты хочешь больших денег. А больших денег я уже хотела, потому что я не одна такая в НЛ, далеко не самый-самый лучший контракт. Ну, не далеко, конечно, но не самый такой вот как бы прибыльный контракт. И я, естественно, хочу так же, как у них. Если у них это получилось, то почему не я? Ну, как бы надо учиться, нужно продвигаться. Уточняющий вопрос вам хочу задать. Я люблю периодически проводить параллели со спортом. Там приходит человек к тренеру, и тренер ему говорит, что ты хочешь. Человек ему говорит, я там хочу уменьшить жировую прослойку, увеличить мышечную массу. Тренер говорит, окей, ты должен вот так питаться, исследовать вот таким-то моим указаниям, и тренировки проводить именно так, как я скажу. И в какой-то момент ты начинаешь, ну, я не имею в виду себя, да, а образно какой-то человек начинает спорить с тренером. Да ну что, ну, да зачем это надо? Да вот давай это по-другому сделаем. Вы спорились с теми, назовем это этих людей словом тренеры, с теми тренерами, которые вам говорили, «Лен, нужно сделать вот такую, сейчас будет публикацию в Инстаграм, вот сякую». А вы чувствуете, что это не ваше? У вас были такие вот тренеры? Или вы просто доверились им и шли? Короче, проблема моего поколения НЛа, да, вот в том, что не было таких людей, которые тебе бы это давали. То есть я даже не могу вам ответить на этот вопрос, да, потому что таких людей не было, которые бы сказали, что вот если ты будешь делать так, то ты дойдёшь… Все работали на ощупь, вот как слепые кроты, не было системы, не было… Ну вот этого всего не было. То, что сейчас есть, да, этого не было в прошлом, вот в той жизни, в которой развивалась я. Сейчас всё это есть, но с чем я сталкиваюсь? Вот как раз-таки мои менеджеры могут вот так вот этим пренебрегать и говорить, «О, я это делать не готова, я устала, я там ещё что-то такое». Ну то есть они ценят не то, что нужно. Ну то есть они не ценят то, что нужно. Вот это для них геморрой, для них это долго, для них это вот про то, что вы говорите. Сейчас вот когда, ну как бы я так на ощупь шла, да, но я была бы благодарна любому человеку, кто бы мне вот рассказал просто, вот надо делать так. Я бы делала без всяких там разных споров или там доказательств, там ещё чего-то, потому что ну как бы всё, если человек это… Но, конечно, у этого человека, который это говорит, у него должен быть свой результат здесь, тогда я в это верю, тогда я буду это делать так, как он, и без разницы что, хоть на горохе стоять и там, не знаю, валенок через правое плечо бросать, ну как бы… Но не было таких людей. Реально в нашем поколении роста не было таких людей. Сейчас их, ну как бы, сейчас они есть. Ну сейчас, видите, есть другая проблема. Сейчас нужно внимательно из того количества, которое есть, выбрать тех, кто действительно правильно рассказывает, а не выдаёт себя за того, кто знает. Лен, вы жёсткий наставник? Вы же сейчас вот сами наставник. У меня в голове сформировалась какая-то картина. Вот, мне просто хочется понять… Ну хорошо, давайте я вам скажу, если тебе интересно. Мне кажется, что вы наставник вот какой. Я вижу перед собой очень уверенную девушку. То, что вы рассказываете о том, что у вас там был какой-то лишний вес, или я не буду сейчас вас цитировать, вы некрасиво выглядели, но вы сказали это пожёстче. Такое ощущение, что мне рассказывают про какого-то совершенно другого человека. Я вижу перед собой вас, и мне кажется, что вы наставник вот какой. Вы достаточно жёсткий, но эта жёсткость не в словах, не в фразах, не в поведении, а именно в том, что вы очень конкретно говорите, что вы хотите и чего вы не хотите. Мне видится, что вы как наставник можете увидеть, что кто-то из ваших учеников дал слабину, и вы один, но, может быть, два раза попытаетесь этому человеку помочь. И потом, если вы видите, что он после двух раз всё равно как тряпка себя чувствует, вы его оставите, потому что это его дело, его жизнь. Его жизнь — это его дело, его будущее — это его дело. Вот вы мне таким человеком рисуетесь. Я очень уважительно отношусь к человеку, к любому. Если передо мной человек, будь то дворник, либо уборщица, априори я его уважаю, потому что это человек. И я не люблю, это вообще против моих принципов, заставлять кого-то делать что-то. Вплоть до того, что меня не нужно любить, потому что я родила детей тебе, например. Или меня не нужно любить просто так, потому что я твоя дочь. Ну, то есть как бы... Я, короче, за такую... Мне нужно, чтобы со мной было интересно. И вот отдача у человека должна быть вот такая. То есть я не буду никогда наседать на человека, что типа давай работать, ты вот эту механику не сделал там и так далее. Я не имею просто на это права. Но у меня давным-давно есть такая фраза, которая меня очень часто вытягивает именно при отношении, ну, как бы при взаимоотношении с человеком. Её взяла я из книги «Трансёрфинг реальности». У меня тогда был такой непростой, период, и там по всей книге была одна и та же фраза. Я видела, мне кажется, только её, и книгу я читала только для этой фразы. «Позвольте себе быть собой, а другим быть другими». То есть ты вообще никакого права не имеешь говорить, что ты там какой-то не такой, вот ты там не занимаешься спортом, поэтому ты там какой-то сикой. Вот. У человека был выбор такой, вот он не хочет, например, этим заниматься, и это нужно уважать. Он дворник, и это тоже нужно уважать. Вот. Вот я со своими менеджерами вот на таких вот, ну, как бы, историях. Да, это сложнее, чем приказать, там, либо всем быть другом, там, ну, чтобы вот эта воронка такая, типа, была пошире. У меня, конечно, она поуже, но у меня отношения намного крепче, мне это важнее. Вот. И, да, вы правильно сказали, что я несколько раз сделаю попытку этому человеку как-то помочь так, как я умею, да, механически. Если я буду понимать, что я хочу переставлять ему ноги, да, либо там больше хочу за него, я этого человека оставляю. Но при этом, при контакте со мной у этого человека должна была жизнь разделиться на до встречи со мной и после встречи со мной. То есть обычно я такой яркий, яркая персона в чьей-то жизни. В чем эта яркость, ну, как бы, грубо говоря, проявляется? Тем, что слишком большие трансформации. И человек, даже если он меня ненавидит или я ему неприятно, да, он не может не видеть, что я куда-то двигаюсь дальше. И именно это вовлекает его общаться со мной, быть рядом, где-то там держаться, там, потому что, ну, как бы, ну, у нас мир не весь состоит из таких вот, ну, грубо говоря, сильных людей. Вот. И я понимаю, что если у меня не получается контакта с этим человеком, да, если я к нему, ну, как бы, уважительно относилась там и все такое, да, то просто закрыть дверь это слишком просто. Ну, типа, это неинтересно, это так, да, у меня начинается разговор с собой, Лен, и чего ты, что это ты там придумала такое не очень прикольное? Твоя задача его вовлечь. И способов вовлечения их огромное количество. И через Инстаграм, и если этот человек не работает у меня в бизнесе, но смотрит, как я спортом начала заниматься, или как я начала петь, и пою одну и ту же строчку, вот именно это ему, ну, не даёт покоя. Вот. Обычно вот я с людьми стараюсь, а дальше они делают выбор сами, либо они хотят рядом со мной развиваться и расти, да, либо, ну, как бы мы остаёмся с ними такими приятелями, которые там когда-то в одной теме там развивались, и муж не закрывает дверь, да, он мне поможет там в своей новой теме, либо там он останется моим клиентом, либо, ну, короче, у меня вот таких отношений очень много. То есть вот я про такие отношения. Лен, чем занимается ваш муж? Мой муж в прошлом спортсмен, он играл, занимался профессионально баскетболом, тоже он из моего же города, из Якутии. Его забрали из республиканских соревнований в московский клуб в Москву и очень рано начали платить ему зарплату. В 16 лет он уже зарабатывал деньги. Играл он за баскетбольный клуб Химки и играл очень круто, играл за сборную России 5 лет. И жил на... Ну, когда мы начали только встречаться, вот он был суперуспешным, он был с деньгами, он был таким там прям обеспеченным, там нормальным, как бы, женихом таким вот. Вот. Занимался спортом он где-то лет 15, наверное. И потом мы не нашли менеджера. Мы, короче, с ним... Ну, молодые, мы начали с ним встречаться в 16 лет. И то он был под прикрытием самого клуба, а потом оказалось, что у каждого игрока, у него должен быть менеджер. И мы, короче, не знаем... Мы опять, мы-то как потребители выросли, как клиенты, мы не поняли, что нужно искать менеджера, который тебя будет продвигать. Родителей рядом не было. И, короче, отказались от одного контракта. Контракт был в Красноярск. Нужно было улетать в Красноярск. И для нас это было как? Из Москвы в Красноярск. Я еще работала как раз уже в этой Toyota Motor. У меня только-только начинала там складываться карьера. И, короче, вот на этой всей теме, но из-за меня в том числе, короче, он поменял себе команду. Команда вылетела из... Ну, короче, все пошло не так наперекосяк. И он потерял несколько лет. И дальше ему предлагали уезжать в разные города, такие типа там Ревда, там Череповец, там или еще... Вторая лига это называется. Вот. Деньги чуть... Но не чуть меньше, в половину меньше, чем он зарабатывал. А я на тот момент была беременная. И ездить куда-то я была не готова. И он закончил свою карьеру. Деньги нам были нужны. И он вышел просто в продажи. Это был самый жесткий период в нашей жизни. Он просто учился... Вот знаете, как люди учатся заново ходить, а он учился разговаривать и писать, и просто презентовать самого себя, но уже в мире бизнеса, а не спорта. Вообще всем было плевать. И еще вот эта вот карьера баскетбола, и все говорили, о-о-о, типа, ну понятно. Вот. И сначала он ушел у меня в продажи, работал, кстати, в продаже водоочистительных систем по типу того, что у нас сейчас есть вот такие там бутылированная вода, да. Он продавал огромные системы, которые стоили 150 тысяч рублей. И сейчас так интересно, что получается. Было сложно продать систему за 150 тысяч рублей. А потом пришел в такую компанию маркетолог, который придумал эту систему, но вот в таком вот ключе. Да, в формате. Я думаю, господи, какие умные люди вообще. Ну как бы как это человечество, оно развивается. Вот. Он работал в продажах, переходил из компании в компанию, но это вообще была не его мечта. Он просто себя там убивал. Это, знаете, как, я не знаю, певца там или какого-нибудь такого человека засунуть там, не знаю, на завод. Это было то же самое. Он работал, потому что надо было. И я, когда видела его, я понимала, что он вообще несчастен. И, короче, он это делает для того, чтобы просто нас кормить. И когда у меня был уже хороший доход в НЛ, мы приняли решение, что он уходит с этой работы, потому что дома его не было. Вот это как раз то, что меня ожидало, если бы я вышла в найм. Дома его не было. Я одна с двумя детьми, НЛ там и вообще. Ну мне было очень тяжело. С детьми очень тяжело было работать. И он вышел, он уволился с работы и подвис просто на два года. И я росла, очень сильно развивалась вот этот вот рост, там даже с 200 до 370, с 370 до 500. А он в этот момент, он просто завис. Было очень много разговоров про то, что ой, как ты можешь, когда ты зарабатываешь столько, а твой муж там как бы не столько. И все сравнивали меня ту, ну, грубо говоря, с ним. Хотя у нас всю жизнь было наоборот. То есть он всегда был, лидером, а я, ну, таким как бы развивающимся лидером. И сейчас мы пробовали работать вместе, но у меня есть большой комплекс. Мои родители работали вместе в компании, которую создал мой папа. Ну, это такое мелкое предпринимательство, ну, как мелкое, среднее предпринимательство маленького городка, 35 тысяч населения. И они в итоге развелись из-за того, что они все время были вместе. Там, короче, начались всякие разные притирки и все такое. Они развелись. В мои 16 лет для меня это просто был такой стресс жесткий. И у меня есть комплекс, что нам нужно иметь каждому свою жизнь. А дома вот мы встречаемся, у нас там есть свои традиции, если мы все время будем проводить вместе, мы просто друг друга съедим. Тем более мы два лидера снимаем. И у меня было, и мне хотелось в этой компании свое имя. Я не хотела его ни с кем делить. Да, ну ничего себе, какие новости мы узнаем. Так. Да, я не хотела его ни с кем делить, потому что, ну, как бы я — это личность. И у меня нет такого, ты и я две половинки. Ты сам, ну, то есть ты хороший, классный мужчина. Я там тоже такая вот женщина. Там дети, каждый по-своему тоже. Ну, то есть вот я говорю, я отношусь к человеку очень уважительно. И мы пробовали работать вместе, но, короче, я поняла, что я его съем, а я его бы съела. И у нас начинались вот эти вот какие-то вот моменты нехорошие. Был период, когда мы очень жестко ругались дома, и я приняла решение, говорю, давай так, мы не будем с тобой работать в одной компании. Может быть, я, конечно, сама это все дело притянула, потому что, как бы, чего ты думаешь, то тебе и приходит. Вот. Но сейчас, слава тебе, Господи, мы в партнерстве, он в партнерстве, я никуда не лезу, не касаюсь. То есть он развивается сам по себе. Он встал опять на ноги, начал интересоваться деньгами, бизнесом там и так далее. И он в партнерстве открыл франшизу логистической компании и занимается этим. И я, слава тебе, Господи, туда вообще никак не касаюсь, не лезу дома. Я такая вот девочка-девочка, которую там можно, не знаю, поругать за то, что я кружку оставила. Ну, то есть вот я дома, я женщина, мама, жена там и так далее. Я не лидер, не топ-лидер, не такая там, типа, э-э-э, разбежались, тут мама пришла. Вот, я не такая. Я роли свои как бы не путаю. Лена, да вы мудрая женщина. Уже да. Вы мудрая женщина. Вы мудрая женщина. Даже не стесняться. Спасибо, что вы рассказали вот эту историю. Я немножечко опасался задавать этот вопрос, потому что всё-таки такие дела семейные, но вы с нами поделились этой информацией. И это очень ценно, потому что ваши же все истории успеха, они есть в напечатанном варианте на сайте или где-то их можно прочитать. Но когда ты читаешь этот текст, ты не видишь человека, ты не понимаешь, как он говорит вообще, что он чувствует, потому что это отредактированный текст. И когда вот сейчас вы рассказываете о том, что вот вы не родились сразу под счастливой звездой, и на вас этот прожектор успеха не с самого начала светил, когда вы рассказываете о вот этих вот вещах, которые в жизни у вас происходили, это вполне возможно многим придаст силы и мысли о том, что да действительно, значит, и у меня может получиться. Значит, эта Елена Новикова не сразу была звездой. У неё тоже есть какие-то человеческие такие моменты жизненные, как и у нас у всех. И за это вам большое, Лен, спасибо. У нас, к сожалению, время подходит к концу, и я вас хочу ещё некоторые моменты спросить. Лен, кем бы вы были, если бы вы не оказались в Энерик, что бы вы сейчас делали? То есть какая была Елена Новикова сейчас, если бы она здесь не оказалась? Ну, если честно, от этого вопроса у меня иногда бывает, что это наш пёс. Покажите, пёс. Это, подождите, это что за пароль? Нелающий пёс, который ничего не умеет говорить. Красавец какой. А кто он? Это кто? Басен же. Он же очень активный пёс, я знаю. Нет, он такой очень, он, короче, очень статный, очень, он, короче, очень похож на нас. Очень умный, очень породистый, короче, такой. Прямо это. Я очень боюсь вот этого, ну, в смысле, не то, что боюсь, меня иногда аж холодок, если бы я пропустила это предложение, думаю, господи, мне аж страшно от этого становится иногда, что кем бы я была. Но сейчас я понимаю, что если ты веришь в своё дело, у меня есть старший брат, который зарабатывает примерно столько же, сколько и я, да, ну, может, не столько же, он чуть больше зарабатывает, и он меня всё время стимулирует развиваться. Он занимается своим традиционным собственным бизнесом, и я понимаю, что я бы нашла свой бизнес, да, и всё зависит от того, насколько ты веришь в то, что ты занимаешься, в то, чем ты занимаешься. У него тоже не сразу пришли миллионы рублей доход, вот, но вот он прям понимал, что ему нужно докопаться до сути, верить там, и всё такое. Я думаю, что, ну, что-то бы я себе нашла, но именно такого кайфового, такого свободного, такого перспективного, где ты вкладываешь, как будто бы, казалось бы, в рекламу, да, но ты вкладываешь в себя. То есть, сколько там я всяких разных тренингов прошла, сколько я всего себе смогла оплатить для того, и это при этом, понятно, я и работаю прекрасно, да, но и это накладывается и на мои семейные отношения, и там у нас собственный внешний вид, там, и так далее. Этого, конечно, вот у моего брата, например, у него этого нет, поэтому, как бы я безумно счастлива, что у меня есть эта компания, я планирую там работать, там, не знаю, 20 лет, 25, то есть, вот я настраиваюсь на такие вот сроки, короче, ну, занималась бы, наверное, каким-то бизнесом, но не знаю даже, каким. Вполне возможно, деньги были бы те же самые, но вот этих светящихся глаз, вот этой красивой внешности, вот этих вот… Наверное, никакой, да, вот этой вот любви к жизни, вот этих вот эмоций, может быть, и не было. А деньги вполне возможно были бы те же самые. Да, деньги, деньги были бы стопудово, потому что я такой человек, наверное, вот сколько я себя помню, с лет 10 я начала их копить, то есть, у меня деньги были всегда, то есть, я такой человек, что я понимаю, что просто… Ну, и плюс, как бы обеспечивала я себя тоже сама, после развода родителей, еще мама была всегда на мне, то есть, с 18 лет я половину суммы, которую я имела, отдавала матери, сейчас я ее тоже содержу, там, ну, полностью, они все в порядке, просто вот она в 45 лет себя потеряла из-за развода, там, из-за того, что она все время была, там, на подмоге у отца, вот, и я с деньгами стопудово бы справилась, ну, у меня бы были эти деньги, ну, может быть, не эти, может быть, там, чуть меньше, но 700 тысяч я бы смогла зарабатывать, сейчас доход у меня 2 миллиона, чуть больше, вот, таких, конечно, друзей, кто зарабатывает именно такие деньги, с моего, вот, окружения, ну, очень мало, с нового окружения, конечно, есть люди, которые зарабатывают и столько же, сколько я, и больше, но вот те ребята, с которыми росла я, ну, ну, может быть, один-два человека. раз уж мы начали говорить в сослагательном наклонении, давайте немножко и в будущее заглянем, пофантазируем, а кем будет Елена Новикова, через 10 лет она где будет, и кем она будет, сколько она будет зарабатывать? но вообще у меня в голове, что там и 7 миллионов в месяц я могу зарабатывать такую сумму, и я сейчас себя развиваю, себя тренирую, и в плане здоровья, и в плане энергии, чтобы мне хватило интереса, там, и всего такого, да, чтобы вот через 10 лет я могла, там, и 5, и 7 миллионов зарабатывать в месяц, вот, я, что, как я себя вижу, но я, конечно, ориентируюсь на тех подруг, друзей и менторов своих, которым сейчас столько лет, ну, сколько вот мне будет через 10, да, и как они живут, потому что, наверное, так у каждого человека, ну, такие мыслеформы приходят, да, мне хочется недвижимость где-нибудь, там, во Франции, в Италии, в Испании где-то, да, хочется, какую-то недвижимость на Бали, может быть, ее сдавать, этого там как-то зарабатывать, ну, то есть, вот, если в плане развития с деньгами, то только там какие-нибудь, ну, что-то связанное с недвижимостью, где я вообще не буду тратить свое время, я хочу быть рядом с детьми, которые будут подростками, то есть, чтобы у меня была возможность, там, 2-3 месяца с ними где-то провести, вот, я понимаю, что рядом будут родители, да, на которых у меня тоже должно быть время, будет какое-нибудь хобби, может быть, я очень хотела стать мотивационным спикером, здесь я уже понасмотрелась различных американских миллионеров, которые, на которых я ходила здесь, в России, с открытым ртом, думала, у них все прекрасно с бизнесом, и вот они реализуют себя в плане, там, вот этого мотивационного спича, вот, может быть, я бы занималась каким-нибудь благотворительным проектом, но не вот так вот, типа, там, помощь, там, нездоровым, там, детям, а именно трансформационный рост, какой-то категории людей, вот я бы вот в этого что-то бы ушла, ну, вот такие планы у меня есть. Что-то подсказывает, что так оно и будет. Да. Если хотя бы что-то залетает в мою кудрявую голову, это сто пудово сбудется. Лен, спасибо вам большое за эту беседу, было очень приятно с вами познакомиться. Что мы пожелаем, ну, в финале этого подкаста тем, кто его слушает, и дослушал до этого момента? Все получится. Именно у тебя, именно с этим продуктом, именно в этой компании ты вырастешь, и у тебя все получится. Спасибо большое. Друзья, это был НЛ-подкаст «Истории успеха», и в этом подкасте мы беседовали с Еленой Новиковой. Лена, удачи вам, счастья, здоровья, и вам, и вашим детям, и вашей маме, и всему вашему окружению. Спасибо. НЛ-подкаст «Истории успеха». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова